МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольга Пыречкина. И сегодня в нашей программе. Ледяная, но не сказка. В Чувашии устраняют последствия природных катаклизмов. Мода не требует жертв. Чебоксары присоединились к всероссийской акции «Животные не одежда». Как не проспать свое счастье? В Чувашском театре кукол состоялась премьера необычного спектакля. В республике продолжают устранять последствия мощного антициклона. Работы продолжаются в 10 муниципалитетах. В самые сжатые сроки необходимо подвести электричество к жилым домам. Бригады в экстренном порядке устанавливают новые опоры и ремонтируют подстанции. Как «Республика» приходит в себя после природных катаклизмов? Сегодня обсуждали на совещании в Доме правительства. Последствия ЧАЭС в республике устраняют общими силами. Районы, до которых антициклон так и не добрался, направляют экстренные бригады в наиболее пострадавшие муниципалитеты. Уже утром на совещании в Доме правительства чиновники рапортуют. Электричество подведено к 9 тысячам домов. Без света пока остается большое количество сел, но работу важных социальных объектов удалось постановить. Подключены резервные источники питания, подано напряжение во все котельные. Из них 28 на резервных. Дизельный генератор, да? То есть все котельные сегодня функционируют. Несмотря на продолжающие обрывы каменных линий и крайне неблагоприятные погодные условия, в том числе и за вчерашний день, аварийные бригады продолжают работу в круглосуточном режиме. Без тепла и света в республике остались 17 школ и 7 детских садиков. Самая сложная обстановка в Маргаушах. Там не успели подвести электричество к 4 учебным заведениям. Их ученикам пришлось уйти на каникулы раньше срока. Ну я думаю, каникулы должны до конца завершиться, потому что каникулы имеют свой срок, раз его объявили. А что касается детских садов, как только будет тепло подано и электричество появится в детских садах, мы сразу детей примем. В республике подсчитывают материальный ущерб. Сумма пока уточняется, по всей видимости, она может превысить 50 миллионов рублей. Но главы районов указывают и на другие расходы. Вчера ориентировочный ущерб мы подсчитали. В целом, конечно, то, что касается сферы жилищно-коммунального хозяйства, это примерно 850 тысяч рублей. Ну и у нас испортили часть продуктов в образовательных учреждениях. Вы проводите служебное расследование, по чьей вине, значит. Если люди ленно подошли к этим вопросам, то с них надо и спрашивать. Значит, на бюджет это нельзя списывать. Если что-то там такое и другое, скоро портишься продукты, надо было передать или куда-то, чего-то, значит. У вас же пункты вообще биты в Красномейском районе, районном центре, они работают. Пострадало большое количество железобетонных опор, пока восстановлению подлежат только провода. Но их необходимо очищать от ледяной корки. На эти работы мобилизуют даже волонтеров. На призыв о помощи откликаются и местные жители. Прошу всех руководителей служб, где нужно организовать людей. Прошу, уважаемые главы администрации вас, на местах, где на самом деле особо сложные участки, конечно, там людей у нас не будет хватать. Поэтому мобилизовать всех тех людей по линии службы занятости. Но если опоры устанавливают круглые сутки, то провода возможно проложить только в светлое время. Сейчас экстренные бригады работают, засучив рукава. Но полностью устранить последствия, чьи осуд дастся не раньше, чем через сутки. Намного раньше в городах планируют убрать поваленные деревья. Дмитрий Ковалев и Сергей Рябчиков. Никто из старожилов Чуваши не припомнит такого природного катаклизма. Но, похоже, ничего подобного у нас не было за всю историю метеонаблюдений. Серебряный лес, хрустальный сад и прочие метафоры жители села, мягко говоря, раздражают. Любоваться пейзажами им некогда. К тому же вся эта красота влетает в копеечку. На Курмышской молочно-товарной ферме 350 коров. В пятницу вечером из-за аварии на линии электропередачи дойку пришлось пропустить. В субботу в коровник боялись войти. Буренки ревели и разносили стоило. Общими усилиями утреннюю дойку провели. Коров доели очень тяжело руками. Всех женщин собрали, руками все доели. А потом вот генераторы привезли. И то очень хорошая помощь по группе. Вот так отдельно доели все-таки. И свиней кормить тоже у нас комбикорм. Сами заготавливаем по размолу зерна. Тяжело было. Вот сразу и там электричество нужно, и здесь нужно. Разумеется, надои резко сократились. Только на молоке хозяйство теряет 20 тысяч рублей в день. Сейчас ферма питается от генератора. Уже сожгли больше двух тонн горючего. А как перенесут стресс коровы и их соседи со свинофермы, станет известно позже. Так что убытки еще возможны. В самом учхозе света пока нет. Но в остальные деревни Синял-Покровского сельского поселения цивилизация вернулась буквально на наших глазах. Аварии ликвидировали всем миром. Жители этой деревни пришел, вот как раз позвали, что-то помочь. Пришел. Тепла нет, то света нет. Вот три дня. Поэтому пришлось прийти, что-то помочь. А вот тянули провода там. И в нужный момент там они мне покушали, покушать принесли, попили чай, там хорошо, поддержали чуть-чуть. В обычном режиме пройдут завтра занятия в Синял-Покровской школе. И не только в ней восстановлено энергоснабжение всех образовательных учреждений Чебоксарского района. И если с утра обесточенными оставались свыше ста населенных пунктов, к вечеру их было около 60. Хорошо, что оказали помощь вовремя подоспевшие регионы, которые приехали со своими генераторами. И вот только после этого у нас началась работа. География помощи весь Приволжский округ. Энергетики из Оренбурга ночь провели в дороге, а утром уже отправились на объект. А куда деваться, если у людей беда? То есть, как бы, помогать нужно. Ну а для жителей столицы Чувашии ледяной дождь обернулся не только поваренными деревьями, разбитыми автомобилями и порванными линиями электропередач, но и транспортным коллапсом. Как идет устранение последствий чрезвычайной ситуации, говорили сегодня в городской администрации. Минувшие выходные для работников ЖКХ стали буднями. Так решил оперативный штаб, который возглавил Леонид Черкесов. В устранении последствий природных катаклизмов задействовали 63 бригады, около 2000 человек и почти полторы сотни единиц техники. Более 1400 домов повреждено, но и появляются новые, если мы говорим, что вот субботу на воскресенье 16 многоквартирных домов отключалось на южном поселке по улице Пржевальского. Другие адреса есть, самое главное, все учреждения социальной сферы, учреждения жизнеобеспечения, они полностью электрическим теплом обеспечены. По данным на утро понедельника, 30 километров уличного освещения уже восстановили. Еще 20 километров только предстоит. Это улица Мичемна Павлова, Константина Иванова, проспект Мира и другие. Серьезно поработать придется не только горсвету. В городе специалисты насчитали более 550 поваленных деревьев. Еще сотни готовы упасть в любой момент. Ваши специалисты должны определить, во-первых, какое дерево срубить, а какое оставить, а какое дерево жизнеспособно. Зато добраться на работу жители Чебоксар сегодня смогли без проблем. Движение троллейбусов полностью восстановлено. Городские светофоры работают. Но все же расслабляться не стоит. По сообщению ГКЧС Чувашии, в ближайшие дни в Чебоксарах и местами по республике ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха минус 4-6 градусов Цельсия. Это на 7 градусов ниже средних многолетних климатических значений. Таким образом, вероятность новых обрывов линии электропередачи и связи, а также проблем с транспортом, пока, увы, сохраняется. И к другим новостям. Шумерлинские заводы получат выгодные заказы по линии Министерства обороны. Предприятия прошли непростой конкурс и получили право работать на нужды федерального ведомства. Об этом зашла речь на утреннем совещании в Доме правительства. А в ближайшее время новые заказы может получить и концерн тракторные заводы. Предприятию необходимо сейчас сократить кредитную задолженность. Глава Чувашии отметил, что у чувашских предприятий наметилась неплохая перспектива. Вообще, исполняя заказы в рамках различных федеральных программ, республиканские заводы привлекли более 300 миллионов. В Чувашии с начала этого года индекс промышленного производства в регионе вырос до 104%. Не отстает от гигантов и малый бизнес. Количество регистрируемых и действующих сегодня малых средних предприятий увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%. Оборот малых предприятий увеличился на 14%. Налогоплатежи мы ожидаем, что за 9 месяцев они будут увеличены на 13%. Вчера в Чувашском государственном театре кукол прошла премьера нового спектакля «Спящая корсавица». В главной роли, не удивляйтесь, ворона. Именно этой птице дали предпочтение молодые постановщики из Санкт-Петербурга. История спектакля началась с работы художника Евгении Терентьевой. Кстати, она – наша землячка. Ее эскизы о животных и птицах и легли в основу постановки. Хотя речь идет, в общем-то, о человеческих ценностях – любви, дружбе и взаимоотношениях. Главная героиня – ворона. Любит мечтать, но ничего не делает для осуществления своей мечты. В своих снах она видит принца, но не замечает его в реальности. Создание декораций и кукол проходило непросто, так как визуальная часть представлений играет важную роль. Куклы планшетные – это вот такая система кукол планшетных, которые работают на планшете. Планшет – это стол. Есть какие-то покрытия бутафорские, но основное действие происходит на уровне стола. И система кукол на тростях, актеры стоят сзади планшета. По словам автора и режиссера Светланы Дорошко, особенность этой постановки в том, что она без слов. Используется прием черного кабинета. Актеров на сцене не видно, и в процессе представления создается впечатление, что куклы оживают. Спектакль очень сложный. Сложно актерам, сложно художнику по свету, сложно звукорежиссеру. Всем сложно. Потому что здесь много всяких использованных приемов, с которыми, может быть, еще не сталкивались в этом театре. Но я думаю, что в сложности есть интерес основной этой работы. В этом году Чувашский государственный театр «Кукол» получил грант в поддержку молодой режиссуры. Директор театра Елизавета Абрамова считает, что свежая кровь пошла на пользу. Коллектив с интересом участвовал в работе над необычным спектаклем. Театр планирует еще две постановки с художницей и режиссером. Это профессионалы, причем молодые профессионалы. И даже наши актеры, маститые, они чувствуют ответственность и строгость в отношении. Дай Бог, чтобы это сохранилось. И даже я сейчас в своих актерах новое нахожу. Они уже боятся опоздать, что-то такое сделать нехорошее в отношении. Когда расслабляемся мы, мы же допускаем какие-то там ляпсусы в своей работе. А здесь очень строгая работа, и мне это очень нравится. У коллектива накоплен большой опыт по реализации российских культурных грантов. Работа в этом направлении будет продолжена. Ведь сегодня найти художника-кукольника с хорошим образованием и хорошим вкусом нелегко. Нина Куропаткина, Екатерина Кудряшова, Николай Яковлев, Республика. На конце 2014 года культура осталась чуть больше двух месяцев, а затем его сменит год литературы. А что читает современное поколение, об этом речь пойдет в программе «По существу». Она выйдет в эфир сразу после нашего выпуска. Всероссийская акция «Животные, не одежда» прошла накануне в Чебоксарах, в сквере Чапаева. Перед началом зимнего сезона сторонники гуманной моды вышли на улицы своего города, чтобы сказать «нет». Убийство животных в угоду меховой индустрии. Кстати, мобильными репортерами стали сами участники акции. Себя греет чужая смерть. Носить мех, оплачивать детоубийство. Не спонсируй бизнес палачей. Плакаты подобного содержания держали в руках защитники животных. 20 чебоксарцев вышли на пикет, чтобы горожане сделали свой выбор в пользу одежды, в которой не используется животный мех. Пропаганда этичного отношения к братьям нашим меньшим – такова цель митинга. В пикете в основном принимала участие молодежь, которая с уверенностью агитировала проходящих мимо чебоксарцев. Организаторы показали окружающим инсталляцию. Мягкие игрушки, облитые кетчупом в центре сквера, стали символом варварского отношения человека к природе, когда огромное количество животных истребляется в угоду любителям меховых изделий. Благотворительный фонд защиты животных «Умка» – организаторы митинга, заявляют, что будут продолжать антимеховое движение. И очень надеются, что приверженников гуманной моды в столице республики будет больше. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok